Отлично, если меня хорошо слышно, то мы начинаем наш сегодняшний вебинар, который посвящен программному продукту «Стахановец». Я надеюсь, что длительность нашего сегодняшнего вебинара будет примерно 30-40 минут, плюс некоторое время на ответы на вопросы, которые у вас будут. Небольшой план нашего сегодняшнего вебинара. Вначале я расскажу о таком, что такое программный комплекс «Стахановец», о том, когда и кому стоит задуматься о приобретении данного программного продукта, как он может помочь решить некоторые из проблем, которые возникают в большинстве компаний. Расскажу о том, насколько легально используют данный программный продукт. Также расскажу о том, как этот продукт лицензируется и как быстро можно купить затрат, связанные с покупкой данного программного обеспечения. Итак, что же такое «Стахановец». «Стахановец» — это программный комплекс, который автоматически регистрирует все действия пользователей за компьютерами. «Стахановец» содержит большое количество различных встроенных отчетов, а также многофункциональный модуль онлайн-наблюдения, и с помощью чего можно узнать, насколько эффективно и на что сотрудники тратят свое рабочее время. структура программного комплекса достаточно гибкая и рассчитана на использование в компаниях самого различного размера, буквально от двух-трех компьютеров до достаточно крупных инсталляций на несколько сотен и даже, может быть, тысяч машин. «Стахановец» — это вполне надежное и качественное программное обеспечение, которое разработано нашими, можно сказать, коллегами на Украине. То есть это, можно сказать, почти отечественные разработки. Она разрабатывалась с учетом как раз требований и пожеланий компании, которые работают и ведут деятельность на постсоветском пространстве. «Стахановец» — на него не реагируют какие-либо антивирусы, не считая этого каким-то нежелательным программным обеспечением, потому что часто об этом спрашивают, то есть вполне правильное и корректное работающее программное обеспечение. «Стахановец» также разработан по современной клинсервной технологии, не потребляет значительных ресурсов на компьютере, то есть может работать практически на очень старых компьютерах, если вдруг такие есть в вашей организации, и поддерживает все современные операционные системы, в том числе и Windows 8. Что позволяет делать «Стахановец»? «Стахановец» позволяет вести учет самых различных параметров работ сотрудников. В частности, это может быть просто рабочее время, то есть сколько времени сотрудник работал за компьютером, то есть когда он зашел в систему, когда он вышел, и тем самым можно, например, посчитать, сколько действительно он проработал. Альтернативным, например, этому решению является учет рабочего времени по каким-нибудь карточкам, либо, как в советское время, осуществлялся проход на какие-нибудь заводы на проходной, когда отмечалось, когда сотрудник ушел, когда ушел. В настоящее время с помощью «Стахановца» можно также решить эту проблему достаточно эффективно. «Стахановец» ведет учет использования программ пользователей, то есть какие программы пользователь запускал, как долго в них работал и что он там делал. Причем, скажем, если какая-то программа была запущена и свернута, и находилась в фоновом режиме, то «Стахановец» это также отметит, потому что «Стахановец» ведет отдельный учет активных рабочих процессов и неактивных. То есть считается, если, например, какая-то программа была запущена, но пользователь в течение 5 минут никаких действий не совершал, то считается, что как бы данная программа была запущена, но не была активна. То есть идет раздельный учет активных и неактивных приложений. «Стахановец» идет учет и контроль всех операций с файлами по определенным критериям, соответственно, какие файлы открывались, какие изменялись, откуда и куда копировались и каким пользователям, соответственно, и в какое время. Таким образом можно посмотреть, каким документом имел доступ сотрудник. Также «Стахановец» ведет достаточно подробный учет того, что пользователи делали в интернете, на какие сайты заходили, как долго они там были, что они там делали. Таким образом можно, например, понять, что какие-то сотрудники, например, заходили просто там с утра проверить почту или, например, сотрудник из отдела маркетинга заходил на Facebook, то это, скорее всего, обычная деятельность, потому что, например, он мог заниматься продвижением вашей компании в интернете, а если же, например, какой-нибудь менеджер по продажам просил в Facebook 2-3 часа в течение рабочего дня, то, скорее всего, это не очень хорошо. И, соответственно, с помощью отчетов, которые можно сделать с помощью «Стахановец», можно подробно выяснить, какие именно сотрудники и что делали в интернете. А вот в чате пишут, что звук прерывается. Если прерывается звук, то это, скорее всего, связано с каналами связи. Но вот я надеюсь, что все остальные меня хорошо слышат. «Стахановец» также позволяет настроить гибко реагирование на какие-то подозрительные действия. Действия могут быть связаны либо с запуском каких-то приложений, либо с какими-то ключевыми словами, которые вводит пользователь. То есть настраивается список ключевых слов, на которые должен «Стахановец» реагировать, либо список приложений, которые запускают пользователи. Например, часто бывает, что при установке стандартной операционной системы в стандартном пакете по умолчанию устанавливаются, например, какие-то игры, как «Пассианс», «Косынка» и прочее. И, соответственно, какие-то пользователи могут, например, в течение рабочего дня запускать тот же самый «Пассианс» для того, чтобы там отвлечься, поиграть и так далее. Соответственно, можно настроить реакцию, что если какой-то сотрудник запускает такую программу, то у руководителя появляется сообщение на рабочем столе, что вот такой сотрудник запустил такую-то программу. И, соответственно, можно понять, что кто-то на протяжении рабочего дня начал играть в игрушки, что, наверное, тоже не очень хорошо. Также «Стахановец» позволяет реализовать систему видеонаблюдения и может поддерживать до четырех веб-камер, подключенных к компьютеру. То есть можно подключиться как в режиме онлайн и посмотреть через эту веб-камеру, что она видит, так и записать видео, которое идет с веб-камеры. Можно ли будет скачать веб-принап? Да, запись этого вебинара идет, и на сайте SoftLine запись будет доступна. «Стахановец» состоит из нескольких частей. Используется клиент-сервная технология, как я говорил, и все данные хранятся на сервере. В качестве базы данных используется либо база данных Microsoft SQL, либо MySQL. Они поддерживают объем данных до 10 гигабайт, и в принципе, такого объема данных хватает практически для любых потребностей. Далее уже непосредственно основные модули самого «Стахановца» – это модуль «Босс» или «Руководитель». Он используется для того, чтобы руководитель мог создавать какие-то отчеты для того, чтобы посмотреть соответственно, чем занимались сотрудники. Также в последних редакциях, в последних версиях программы «Стахановец», модуль «Босс» может не устанавливаться, и доступ к базе данных может осуществляться через какой-нибудь интернет-браузер, либо через, например, мобильное устройство на базе «Андроида». Есть специальная клиентская часть для «Андроида». И оставшиеся два модуля – это модуль «Администратор», который обычно используется только в период первоначальной установки системы. Он позволяет настроить права пользователям, руководителям и, соответственно, установить клиентские части на машину. И, соответственно, клиентские модули, которые работают по принципам тонкого агента, они устанавливаются на компьютер сотрудников и в фоновом режиме собирают информацию о том, что происходит на компьютере. Клиентские модули могут работать как в скрытом режиме, так и в видимом режиме. А я поподробнее об этих двух режимах расскажу чуть позднее. Соответственно, как все это работает? Клиентская часть устанавливается на компьютер пользователей и в фоновом режиме собирают всю необходимую информацию. Далее вся информация присылается на серверную часть и записывается в централизованную базу данных. Соответственно, модуль «Администратор» позволяет настроить все права, как для руководителей, так и те параметры, по которым должны либо собраться информация, либо создаваться отчеты. И, соответственно, руководитель может из любой точки получить доступ к базе данных, либо через установленное приложение на его компьютере, либо через интернет и, соответственно, получить всю необходимую информацию. У «Стаханос» есть достаточно много параметров для настройки различных возможностей работы. В частности, на этом слайде видно те параметры, по которым отслеживаются, в частности, файловые операции. То есть можно отдельно указать, какие операции необходимо отслеживать, либо чтение, либо запись, либо изменение файлов. Вести весь мониторинг может либо на каких-то сменных носителях, например, кто-то принес флешку, либо на каких-то сетевых папках, если они есть, либо только на жестких дисках, либо при явном указании каких-то важных папок, которые вы хотите отслеживать. Аналогично настраиваются возможности и параметры отслеживания машинного времени, программ, вводимого текста. Также ведется контроль буфер обменов, настраивается частота и качество снятия скриншотов с экранов, ибо их можно вообще отключить. Также можно подключить, как я уже говорил, веб-камерам. И также ведется учет того, кто что печатал на принтере. Причем учет ведется не только по количеству страниц, но и также в последней версии есть возможность сохранять файлы из пулеров принтера для того, чтобы потом просмотреть, кто что печатал на принтере. Также есть возможность гибко настроить отчетов. Отчеты могут настраиваться либо по каждому пользователю, либо по группе пользователей, по различным критериям. Причем эти отчеты могут генерироваться автоматически с заданной периодичностью, например, в конце рабочего дня. И, соответственно, после того, как отчет автоматически генерировался, его можно либо сохранить в какую-то выделенную папочку, либо выложить на FTP-ресурс, либо даже отправить на имейл. Соответственно, это бывает удобно в том случае, если, например, вы не хотите выделять мощный сервер, а в вашей компании много компьютеров, то, например, можно создавать какие-то стандартные отчеты, например, в конце каждого рабочего дня. И, соответственно, когда там сотрудников уже нет в офисе и сервер не сильно огрожен, эти отчеты будут генерироваться в фоновом режиме, и, соответственно, на следующий день отчеты уже будут доступны, и, соответственно, никаких там падений производительности вашего центрального сервера, в принципе, не будет. Либо, как вариант, если, например, руководитель уезжает в какую-то командировку, отпуск, либо его нет в офисе, отчет может просто приходить ему на имейл, например, в конце каждого рабочего дня. Или так часто, как это вам удобно. Бывает так, что в компании есть несколько руководителей, например, а есть руководитель отдела кадров, есть руководитель, например, отдела продаж и генеральный директор. И, соответственно, им нужно предоставить различные права для той информации, которую они могут получить. Например, генеральному директору нужна вся информация, которая доступна, а сотрудникам отдела кадров вы хотите предоставить доступ только для получения информации о том, какова продолжительность рабочего времени того либо иного сотрудника, пока он работал за компьютером. Соответственно, можно ввести несколько руководителей в систему, задать им индивидуальные логины и пароли и, соответственно, предоставить им различные права. Соответственно, на этом слайде видно, какие права можно предоставить, либо наоборот, отнять у тех либо иных руководителей, для того, чтобы была более гибкая настройка. На этом слайде мы видим фрагмент отчета о работе сотрудника с приложениями. Видно, какие приложения запускались, какие файлы открывались этими приложениями, как долго сотрудник работал с тем либо иным приложением. Отчет этот можно посмотреть либо по всем сотрудникам, либо по выделенным сотрудникам, задать период, за который нам необходим данный отчет. Можно отфильтровать по имени пользователя, по домену, по каким-то ключевым словам. И также можно отдельно указать продолжительность рабочего дня и, соответственно, собирать статистику только в течение рабочего дня, например, с 9 утра до 7 вечера. А в остальное время статистику не собирать, для того, чтобы рабочее время, статистика по окончании рабочего дня не собиралась для более качественного отчета. Также, как я уже говорил, можно получить доступ через мобильное устройство. Вот здесь вот видно фотографию смартфона, и мы через мобильный браузер зашли на сервер и можем получить ту информацию, которая нам нужна. Для чего вообще разрабатывался данный программный комплекс? Какие задачи он может решать? Часто у руководителей возникает вопрос, уверены ли они в том, что сотрудники занимаются именно тем, чем они должны. И, соответственно, по статистике в компаниях, где работают более 50 человек, то есть там средний и крупный бизнес, сотрудник непосредственно на работу тратит примерно 30-40% своего времени. При этом примерно треть он тратит на какие-то нерабочие нужды, например, обед, перекур, еще что-то. И еще примерно 20-30% времени совершает некие трудноопределяемые действия, которые не поддаются классификации. Бывает, как бы, вполне разумный перерыв. Ну, в частности, любой сотрудник имеет право на перерыв или на обед. Может быть, он пошел в какой-то соседний отдел за необходимую документацию, либо там печатать документы на принтере, пошел к принтеру и так далее, и так далее. Но бывает и так, что сотрудник, например, отошел перекурить и ушел 20-30 минут, и уходит там курить каждый час. И в результате непосредственно на работу из 8 часов у него остается только 2-3 часа. И чтобы правильно оценить, сколько же на самом деле уходит времени на вот такие вот перерывы, а сколько реально времени сотрудник потратил непосредственно на выполнение своих трудовых обязанностей, для этого и используется как раз программный комплекс «Тахановец», который позволяет очень точно и качественно посчитать, сколько действительно сотрудник работал, а сколько он занимался какими-то другими вещами, которые не относятся напрямую к его трудовым обязанностям. Бывают и более худшие ситуации, когда какие-либо сотрудники пытаются унести какую-то конфиденциальную информацию, либо важную информацию с вашей компанией, может быть, даже отправить конкурентам. И, соответственно, риски потери коммерческой информации достаточно велики. Скажем, раньше все компании боялись того, что какой-нибудь страшный, злобный вирус придет и испортит информацию, нанесет ущерб компании. Сейчас уже везде практически стоит эти вирусные обеспечения, и, соответственно, угроза вирусов, она практически нейтрализована. А в то же время борьба с утечками конфиденциальной информации, либо с какими-то другими действиями, которые могут нанести сотрудники, ущерб, который могут нанести сотрудники, и, может быть, даже неявно. Эта проблема гораздо более актуальна в последнее время. И, соответственно, решить эти задачи как раз можно с помощью стаханов. Бывают также ситуации, когда сотрудники, приходя на работу, занимаются какими-то посторонними вещами, например, работают, занимаются какими-то вещами, которые нужны им самим. Например, могут читать книжку, смотреть какое-то кино, либо еще что-то, или, может быть, даже занимаются какой-то деятельностью, которую их попросил друг, либо кто-то еще. Бывают и более прозрические вещи, когда, например, кому-то нужно распечатать какие-то документы, которые, например, на вашем принятии не хочется печатать, не приходят на работу и, соответственно, печатают огромные, может быть, книжки, может быть, еще что-то, сотни страниц. Соответственно, по статистике, около 30% распечаток в компаниях, которые не ведут контроль печати, не имеют непосредственного отношения к работе. Соответственно, все это можно проконтролировать с помощью стахановца и, тем самым, избежать дополнительных расходов, поскольку, если сотрудники будут знать, что за ними ведется контрольный учет, то, соответственно, они, скорее всего, не будут печатать какие-то посторонние документы на принтерах, они будут следить за тем, чтобы их перекуры, перерывы и прочее, отвлечения от рабочей деятельности были меньше, соответственно, тратить на работу, они будут больше времени и, тем самым, с одной стороны, повышается производительность, с другой стороны, сокращаются ваши расходы. И вот по статистике стахановца позволяет сократить расходы как минимум на 10%, что в сравнении с доходами компании, конечно, сумма значительная и гораздо больше, чем стоит непосредственно сам продукт. стахановца можно использовать, в принципе, практически в любых компаниях, в любой сфере деятельности. Это могут быть различные финансовые учреждения, где вопрос контроля работы всегда стоит очень остро. Это могут быть производственные компании, где достаточно большие административно-хозяйственные отделы и смежные какие-то подразделения, которые занимаются каким-то учетом, еще чем-то. Это могут быть образовательные учреждения, школы, институты и так далее, где есть классы, в которых пользователи меняются несколько раз в течение рабочего дня и, соответственно, следить, кто именно сидел за тем или иным компьютером достаточно сложно. Это могут быть различные торговые компании, где необходим более точный учет за отмодушением по продажам и прочими подразделениями. Очень актуален будет данный продукт для тех компаний, где есть разведленная филиальная структура, либо есть удаленные сотрудники. И, соответственно, если из центрального офиса необходимо проконтролировать работу таких удаленных сотрудников, либо удаленного офиса, то, как один из вариантов, необходимо самому лично приехать и убедиться, что там все работает хорошо. Более простой вариант, соответственно, установить клиентскую часть на эти компьютеры. И, соответственно, удаленно можно будет понять, чем занимаются сотрудники удаленно, либо сотрудники в удаленном филиале. Это могут быть различные консалтинговые кадровые агентства, либо компании, предоставляющие различные услуги. Например, одним из способов повышения эффективности бизнеса консалтинговые компании предлагают услугу под названием скриншот рабочего дня. Соответственно, они приходят в компании и подробно изучают, чем сотрудники занимаются в течение рабочего дня, что они делают, записывают тщательно, а потом на основании этой статистики выдают какие-то рекомендации. Обычно такие услуги достаточно дороги. И как вариант можно использовать как раз программный комплекс нахармах для того, чтобы собрать эту статистику и, проанализировав подробно ее, уже понять, где у компании есть слабые места и как можно повысить эффективность работы. Кому может пригодиться и для кого нацелим данный программный продукт? Обычно им пользуются руководители отделов, различных отделов, которые хотят быть уверены в том, что их подчиненность занимается именно тем, чем необходимо. Конечно, это директора компаний, которые всегда должны точно знать, насколько эффективно и чем занимается сотрудниками в компании. Это сотрудники службы безопасности, которые должны обеспечить безопасность информации в компании, которые могут использовать ахармах как раз для того, чтобы понимать, что делают сотрудники за компьютерами, каким документом они получают доступ, что они пытаются отправить через интернет, что они пытаются скопировать на флешку, либо наоборот привезти из флешки. И тем самым с помощью логов можно следить, если вдруг произошел какой-то инцидент, кто был виновником того либо иного инцидента. Для отдела кадров, как я уже говорил, стахановец позволяет вести учет рабочего времени. Для системных администраторов и IT-директоров стахановец может решить проблему учета программного обеспечения и установки нелегального программного обеспечения. Соответственно, в компаниях обычно есть некие стандарты по тому, какие программы можно использовать, а какие программы нельзя использовать. И те сотрудники, которые спустя рукава относятся к IT-безопасности, зачастую приносят какие-то программы на флешках из дома, либо еще откуда-то пытаются их установить на компьютер и использовать их. И, соответственно, с помощью стахановца, увидев, что та либо иная программа была запущена на каком-то компьютере, можно проверить, если она, соответственно, не одобрена IT-безопасностью, то увидеть, что сотрудник ее запустил и, соответственно, предпринимает какие-то действия для того, чтобы данная программа обеспечения, которая не рекомендована для используемых компаний, подойти к сотруднику и объяснить, что такое программное обеспечение использовать нельзя. И, соответственно, системные администраторы вовремя получат оповещение о таком инциденте. Какие задачи может решить стахановец? Я постараюсь еще раз бегло пробежаться. Во-первых, это ситуация в бизнес-бизнесе, когда, например, ваш сотрудник приходит на работу, но работает либо на себя, либо на кого-то другого. Например, какой-нибудь дизайнер пришел на работу, но рисует дизайн не для вас, а, например, верстает книжку для какого-то другого подрядчика, который пообещал ему за это денег. Стахановец реализует активную реакцию на подозрительные действия. То есть, если кто-то запустил, например, пассианс, вовремя можно об этом получить оповещение. Это удаленный контроль сотрудников филиала. Соответственно, нет необходимости ехать в этот филиал и тратить деньги на командировку, на поездки. Можно просто с помощью стахановца посмотреть, чем занят сотрудник филиала. Это обеспечение информационной безопасности компании. Соответственно, в стахановце идет полный лог доступа ко всем файлам, которым имел доступ пользователь, что он там делал, копировал, удалял, изменял. Соответственно, можно смотреть, что происходило. Это введение защищенного дневника организации. То есть, путем генерации отчетов тех либо иных каждый день, можно впоследствии, если вдруг какие-то инциденты произошли, по этим отчетам посмотреть, что когда происходило. Позволяет стахановца решить проблему невыполнения работы в срок. То есть, если какой-то сотрудник говорил, сказал, что он работал, работал, но не успел, то без стахановца руководитель может либо поверить, либо не поверить. В помощи стахановца руководитель всегда будет знать, почему сотрудник не выполнил работу в срок. Либо он действительно работал над заданием, либо же он потратил свое время на какие-то другие вещи и поэтому, соответственно, не успел. Таким образом, ответов сотрудника, что вот он что-то не успел сделать, потому что был слишком занят, будет гораздо меньше. Можно посчитать реальную стоимость труда часа. То есть, соответственно, если мы видим, что сотрудник потратил на работу какое-то определенное количество времени, то мы можем точно понять, сколько стоит час его работы. можно реализовать удаленный контроль работы с помощью мобильного устройства. Например, как я уже говорил, если руководитель нет в офисе, то он может с мобильного устройства получить все отчеты. И, соответственно, понимая, насколько эффективно работают те или иные сотрудники, можно оптимизировать кадровый состав. Соответственно, какие-то выявить лентяев или раздельяев, которые не хотят работать, а те сотрудники, которые наоборот работают хорошо и добросовестно, наоборот поощрить. Сейчас я бы хотел рассказать о двух режимах работы стахановца. Это видимый и скрытый режим работы. Для чего они нужны и как они работают. В видимом режиме работы компьютер при загрузке вы доспользовали сообщение о том, что программа установлена и что за ним ведется наблюдение. Программа будет в панели задач, то есть там, где в трее, там где часы и прочие значки. И, соответственно, в списке запущенных приложений будет видно стахановца. Также можно с помощью административной панели отправить пользователю либо группе пользователей какие-либо сообщения. Соответственно, в видимом режиме его основной плюс это сотрудники знают, что за ним идет наблюдение, относятся более добросовестно к своим трудовым обязанностям, более рационально тратят рабочее время и ресурсы, и тем самым повышается их эффективность работы. В скрытом режиме работы пользователь не сообщает утомление о том, что программа запущена. Установка клиентской части также возможна в скрытом режиме. Соответственно, работу программы не видно в процессах, в списке задач, и тем самым пользователь не будет знать, что данная программа обеспечения установлена. Скрытый режим работы можно использовать в основном для того, чтобы вовремя отследить и предотвратить утечку какой-то конфиденциальной информации, в том случае, если у вас есть уже серьезные основания проверить того-либо иного сотрудника. Отмечу, что по российскому законодательству считается легальным использование такого программного обеспечения, если сотрудник об этом уведомлен. И я чуть-чуть попозже об этом расскажу. Стахановец и его конкуренты. Конечно, у Стахановец есть различные альтернативные решения, в том числе известные конкуренты, такие как Ланагент, Ставкоп, МИК, Спектр 360 и многие другие. Несмотря на то, что в общем, при первом беглом осмотре все программы решают примерно одну и ту же задачу, подход к решению задач, функционал продуктов очень сильно отличается. Мы проводили достаточно подробные сравнения и обычно при сравнении с конкурентами получается, что при сходном функционале продукт конкурентов обычно стоит несколько дороже. А если же мы берем продукт конкурента при сходной цене, то, скорее всего, функционал его будет меньше. В частности, часто у конкурентов есть несколько редакций их продукта и, соответственно, базовая редакция по сходной со Стахановцам цене обладает минимальным функционалом. А для того, чтобы реализовать полный функционал, используется более продвинутая версия продукта конкурентов, которая стоит обычно гораздо больших денег. Ну вот, например, на Западе очень известна программа «Спектр-360», который стоит примерно 150 долларов за рабочее место по сравнению со Стахановцем, который стоит примерно 25 долларов. Пример внедрения продукта на одном из предприятий в Донецке. Я прошу прощения за то, что буковки наехали, это Adobe Connect как-то не совсем корректно сконвертировал слайд. В компании был уволен кемерский директор. От одного из ключевых клиентов произошло резкое снижение заказов, а типовые заказы стали выполняться гораздо дольше и, соответственно, стало негативно сказываться на имидже компании. Компания приняла решение о внедрении программного комплекса «Стахановец». Само внедрение занимает примерно 2 часа. Самое основное – это необходимо понять, куда необходимо устанавливать, на какие компьютеры необходимо устанавливать клиентские части и, соответственно, непосредственно сама установка программного комплекса. Далее мы настраиваем систему, определяем критерии и параметры сбора статистики, предоставляем всем пользователям и руководителям необходимую информацию и уже через 2 часа после начала негатива продуктом можно пользоваться. По результатам работы комплекса были выявлены достаточно интересные факты. В частности, один из менеджеров в очень нелицеприятной форме общался с клиентом по причинам личной неприязни, из-за чего произошло резкое сокращение заказов данного клиента. Некоторые сотрудники находились в стадии переписки с работодателями, а в отделе дизайна менеджеры не особо добросовестно относились к своим обязанностям, тратили большую часть времени на какие-то свои личные нужды. Один из менеджеров почти все время посещал обучение игры на гитаре, то есть приходил на работу, хотел научиться играть на гитаре и изучал соответствующую литературу. И, соответственно, по окончании, по некому промежутку времени, когда его спрашивали о том, делали ли он работу, он говорил, что вот он был очень загружен, но не успел. Соответственно, руководство компании, получив данную статистику, приняло некоторые решения. В частности, произвели ротацию менеджеров, ключевому клиенту выделили другого менеджера, сотрудникам изменили мотивацию, и также в отделе дизайна была проведена профилактическая беседа, также была изменена схема мотивации, поставлена в зависимости от результата. Таким образом, после изменений в компании резко выросла эффективность работы данной компании, а в частности, общий доход компании вырос примерно на 15%. Типовые заказы стали выполняться на треть быстрее. Скратился фонд оплаты труда за счет того, что какие-то не очень добросовестные сотрудники были уволены, а, скажем, дизайнеры, которые раньше на работе занимались какими-то посторонними вещами, и зарплата стала привязана быть к реальным результатам их работы, и чистая прибыль выросла тоже на четверть примерно. Таким образом, стахановец позволяет при внедрении увеличить доход вашей компании и поднять прибыль путем более эффективного использования рабочего времени ваших сотрудников. Соответственно, сокращается время выполнения каких-то стандартных заданий, сокращаются ваши затраты, сокращаются текущие кадры. В частности, на примере этой компании продукт окупился практически за три дня. Легальность использования – это тот вопрос, который задают практически все. Основным документом, который регулирует правоотношения работодателя и работника, является трудовой кодекс. И в соответствии со статьей 15 работник должен подчиняться правилам трудового распорядка, выполнять свои трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину. А использование с работником компьютера, который предоставил ему работодатель, должно быть направлено на выполнение таких должных обязанностей. И то, что сотрудник делает на работе, считается собственностью либо результатом для компании, а не личной деятельностью сотрудника. Более того, работодатель, согласно статье 22 того же Трудового кодекса, имеет право требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей. Таким образом, если работник приходит на работу, он как бы продает свое время работодателю и обязан делать то, что, соответственно, прописано в его трудовом договоре, в трудовом соглашении. Таким образом, работодатель обязан вести учет того, что делает сотрудник. Что касается общих вопросов, то единственным моментом, который необходимо здесь упомянуть, это то, что работодатель обязан уведомить сотрудника о том, что используется данное программное обеспечение. То есть, этот пункт можно включить либо в общий трудовой договор, либо издать некий указ по компании, либо включить в раздел «Особые условия». Таким образом, если сотрудники уведомлены о том, что используется данное программное обеспечение, что за ними ведется контроль, то тем самым они уже будут знать, что продукт используется, и использование данного программного продукта будет совершенно законным. Потому что, с точки зрения законодательства, гражданского кодекса, незаконным является только тайный и скрытный сбор информации о какой-то деятельности сотрудников. Явно сбор информации о законодательстве явно разрешен. Я бы хотел, чтобы Вы рассматривали приобретение данного программного продукта не как какую-то трату на непонятные цели, а как инвестицию в повышение эффективности работы Вашей компании. Поскольку использование данного программного продукта практически всегда позволяет решить задачи, которые есть практически в любой компании. Стаханец стоит примерно 900 рублей за одно рабочее место, зато позволяет значительно увеличить произведительность труда сотрудников за компьютерами за счет более рационального использования их рабочего времени. Стаханец значительно сокращает риск утечки ценной информации и снижает риск, связанный с какой-то халатностью у пользователей. И по нашей статистике эффект достигается практически в любой компании, даже если не предпринимать никаких мер по увольнению лентяев, а просто самоустановка данного программного продукта и уведомление пользователя об этом, уже по различным исследованиям, в том числе психологически, не привязанным никак к данным программным изучением, которые проводились и 5, и 10, и 20 лет назад. Сам факт того, что за сотрудником следят, позволяет сотрудник внутренне мотивируется на более добросовестную работу. И наша статистика показывает, что в среднем позволяет Стаханец увеличить именно прибыль компании на 5-10%. Вообще Стаханец и данное программное обеспечение используются достаточно широко. Наиболее широко подобные системы используются в Америке. Практически 4 компании из 5 используют подобные программные продукты, так либо иначе. В Европе таких компаний чуть меньше, чуть меньше половины. В России данные программные продукты используются еще реже, но мне кажется, что мировая тенденция и общая мировая практика ведет к тому, что компании, пытаясь быть более конкурентоспособными на рынке и стремясь повысить эффективность своей работы, будут все больше и больше использовать данные программные продукты. О лицензионной политике. Она очень простая. Продукт лицензируется по числу клиентских машин, за которыми ведется обведение. Каких-то отдельных лицензий на сервенную часть, либо на базу данных не требуется, то есть требуется лицензия только на машины, из которых собрается информация. Также предусмотрены скидки для образовательных учреждений и скидки для тех компаний, которые решили перейти на стахановец с продуктов конкурентов, потому что такие случаи также есть, и их достаточно много. Небольшой пример расчета окупаемости. Возьмем компанию в Санкт-Петербурге, где работают 25 сотрудников, и есть один бездельник и пара ментяев, которые работают в полусилы. Если мы приобретем стахановец, стоимость продукта составит примерно 23 тысячи рублей, а средняя зарплата санкт-Петербург составляет примерно 25 тысяч рублей. Соответственно, с помощью стахановца мы можем выявить этого бездельника и лентяев, и вместо них можем нанять одного хорошего добросовестного сотрудника. Таким образом, упущенная выгода до внедрения программного комплекса составляет примерно 47 тысяч рублей в месяц. И это только зарплата, не считая той прибыли, которую могли бы принести сотрудники. И таким образом, разделив упущенную выгоду на стоимость продукта, мы покупаем, что в этом даже самом простом базовом случае срок окупаемости составляет всего лишь 2 недели. А, как я уже говорил, продукт, в принципе, окупает себя достаточно быстро и показывает рентабельность практически во всех компаниях, даже без применения таких мер, как замена каких-то бездельников на добросовестных сотрудников. На этом я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю презентацию. Также хочу отметить, что есть тестовые версии продукта, которые можно скачать в сайты производителя. По вашему запросу мы можем предоставить также вам тестовую лицензию конкретно для вас на 5, 10, 20 компьютеров, для того, чтобы вы смогли продукт протестировать у себя. Я могу также выслать вам всем по окончанию вебинара сегодня или завтра презентацию и готов ответить на ваши вопросы. Работа в терминальных сессиях, да, стаханность позволяет работать с терминальными сессиями, это не проблема. Какой был средний размер отчет с одного рабочего места, насколько сильно загружается канал? Если мы берем общий случай и собираем статистику просто об использовании программ без криншотов, то трафик очень небольшой. Это 2-3 килобайта в секунду. Килобит в секунду. То есть очень-очень низкая нагрузка на канал. Канал может загружаться двумя способами. Это если вы, например, хотите вести онлайн наблюдение, то, соответственно, видео трафик достаточно сильно нагружает канал. Либо если вы поставили очень высокую частоту снятия скриншотов. Скриншоты тоже много весят. Они также могут загружать канал. Если не ведется видео наблюдение и нет снятия скриншотов, то, соответственно, трафик очень и очень минимален. Как лицензируются работы? При терминальном режиме работы мы лицензируем то клиентское место, которое наблюдаем. Имеется в виду не физическая машина, а пользователь, который заходит под тем либо иным логином. У каждого пользователя есть какой-то логин, под которым он заходит. И то количество пользователей, которые одновременно подключаются к серверу для сбора информации, именно это количество пользователей и необходимо лицензировать. При терминальном подключении установка привязывается к запуску Windows. Соответственно, если запускается операционная система, стаханная запускается вместе с ней и, соответственно, собирает статистику. Соответственно, если у каких-то пользователей данная клиентская часть установлена, с ней будет собираться статистика, там, где ее нет, не собирается. На тонкие клиенты, насколько я знаю, на тонкие клиенты в принципе программный продукт не устанавливается. Он устанавливается. Тонкие клиенты работают несколько по другому принципу. Запускается виртуальная сессия, к которой они, соответственно, подключаются. И виртуальная сессия обрабатывается сервером. И, соответственно, поскольку в данной виртуальной сессии создается виртуальная машина и, соответственно, запускается индивидуальная сессия Windows и прочее, то в данном случае стаханная сессия аналогично запускается вместе с этой виртуальной сессией. И таким образом, в принципе, работает он точно так же. То есть мы пробовали тестировать в данном режиме, и, в принципе, никаких проблем не возникало. И у нас есть клиенты, которые именно для терминальных режимов работы использовали стаханная сессия. То есть лучше всего, конечно, в вашем конкретном случае попробовать тестовую версию стаханная сессия установить, посмотреть, как она работает. И в зависимости от того, как у вас реализован терминальный режим работы и как работают тонкие клиенты, и посмотреть, правильно ли и аккуратно ли все это будет работать. Настраивается ли качество скриншотов? Да, настраивается и качество скриншотов, и их периодичность. Если клиент приключился, его лицензия может прийти к другому. Лицензируется, по большому счету, общее число подключенных клиентских машин к серверу. То есть, если, скажем, у вас есть пять пользователей, которые работают по очереди на одном компьютере, то, вообще говоря, достаточно одной лицензии. Соответственно, серверная часть просто будет подсчитывать то количество соединений активных, к которым она имеет доступ и которые вы посылаете информацию. Соответственно, если один пользователь отключился, а вместо него залогнился другой пользователь, то в данном случае, в принципе, достаточно одной лицензии. Есть ли возможность исключения из логирования явно выбранных папок? Исключения, наверное, нет. Есть возможность задания правил, по которым логирование есть. Соответственно, это несколько другой подход. Но, тем не менее, я думаю, что теми либо иными принципами можно явно задать такие папки. Можно отслеживать, какие нельзя отслеживать. То есть, там используются общие принципы. То есть, такие символы, спецсимволы, как звездочка, вот касательный знак и прочее, прочее. Можно задать общие фильтры, по которым, соответственно, такие папки отслеживаются. Позволяет ли стаханаться осуществлять контроль на одном компьютере? Да, позволяет. Соответственно, нет никаких проблем. Просто в данном случае все модули стаханаться будут установлены непосредственно на одном компьютере. И, как бы, таких проблем я не вижу. Никаких дополнительных затрат на SQL Server не требуется. Стоханаться работает с бесплатными вариантами Microsoft SQL Server, либо MySQL. Соответственно, эти редакции бесплатные и позволяют поддерживать базу данных до 10 гигабайт, которых вполне хватает. И, как бы, соответственно, эти модули, они достаточно легко устанавливаются, совершенно свободно к использованию, и идут в комплекте с Стоханаться. То есть здесь никаких дополнительных трат не предусмотрено. Еще раз хочу сказать, что на слайде вы видите мой email-адрес sts.sobachka.aflex.ru и телефон, по которому вы можете либо мне позвонить, либо мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. И также, соответственно, я пришлю после вебинара письмо с ссылочкой на материалы и на ссылочку на скачивание демо-версии, которую вы можете установить и проверить, как продукт работает. И я думаю, что это, как бы, самый правильный способ для того, чтобы познакомиться с продуктом. Это установить продукт в вашей компании и посмотреть, насколько он может решить ваши проблемы, какие функции у него есть, посмотреть уже своими глазами, а не просто верить мне на слово. И, соответственно, установив его в вашей компании, вы сможете самостоятельно убедиться в том, что продукт может или не может решить ваши проблемы, и насколько эффективен, каков он функционал, и что можно, соответственно, с ним сделать. Да, вот тут пишут, что для маленьких компаний самое то. Ну да, я согласен с вами, что для небольших компаний Стахановец позволяет решить 99% проблем, которые перед ними стоят. Что же говорить о полноценных DLP-системах, то, в принципе, Стахановец на полноценную DLP-систему, конечно, не претендует, потому что там используются принципиально другие алгоритмы, принципиально другие методы. Ну и нужно понимать, что полноценная DLP-система, она стоит не просто дороже, а радикально дороже. То есть, скажем, Стахановец стоит примерно 900 рублей за рабочее место, а, скажем, самая дешевая редакция такой системы, как InfoWatch, стоит порядка 300 тысяч рублей. То есть разница как минимум десятикратная. И, соответственно, если у вас есть возможности для установки DLP-системы, то, наверное, да, DLP-система позволит бороться с стечками информации несколько лучше. Но, с другой стороны, Стахановец нацелен на решение несколько других вопросов. И, соответственно, для своего сегмента Стахановец позволяет решить очень и очень многие задачи за сравнительно небольшие деньги. И тем самым он просто экономически гораздо более эффективен и выгоден. Системные требования, они, в принципе, не очень большие. В том случае, если, например, у вас 75 компьютеров, то, в принципе, достаточно просто выделенной машины. Там, скажем, 4 гигабайта памяти. И, там, главное просто, чтобы эта машина была выделенная. И основное требование для сервера – это просто, чтобы он находился в сети. Более жесткие требования предъявляются к объему детского пространства. Но связано это только с тем, чтобы скриншоты, которые, соответственно, записываются, либо, например, если вы хотите записать какое-то видео, для этого было место. Если же вы не снимаете ни скриншотов, ни видео, а просто ведете сайт, то, соответственно, каких-то особых требований также нет. Если пользователь запустил виртуальную машину без тахановца, это зависит от того, как именно он запустил эту виртуальную машину и какими методами. В общем случае, если он на тахановце, например, подключился через терминальную сессию к 1С, например, как в частности в нашей организации это работает, то StahanS будет отслеживать эти действия, поскольку эта виртуальная машина запущена именно на системе, где запущена Windows с тахановцем. То есть в данном случае StahanS будет отслеживать. Если же виртуальная сессия запускается несколько иными способами, более хитрыми, либо в других режимах, то там уже нужно смотреть по ситуации. И в данном случае, как я уже сказал, лучше всего, конечно, это проверить на практике, какая статистика конкретно будет собираться. Клиентских требований к клиентской, системных требований к клиентской машине по большому счету нет. StahanS работают именно с тем учетом, чтобы работать практически на любых системах. И по умолчанию считается, что если на клиентской машине можно запустить Windows, то и библиотеку со стахановцем также можно запустить, и никакого падения производительности нет. В данном случае StahanS использует системные ресурсы машины гораздо более эффективно, нежели продукт конкурентов. И в частности это является одной из тех причин, по которой некоторые компании переходят с продуктов конкурентов на стахановца. Именно потому, что StahanS может работать на любых машинах. Это реальный период. Как я уже сказал, есть два варианта. Вариант первый. Вы можете просто скачать демоверсию с сайта производителя. Демоверсия рассчитана на один компьютер и не ограничена по времени. То есть вы устанавливаете, смотрите, тестируете, и если готовы приобрести, покупаете у нас лицензию. Если же вы уже посмотрели продукт и хотите протестировать продукт более детально уже с вашей компанией, то, соответственно, по запросу мы вам выдадим тестовую лицензию на некоторое количество компьютеров, которое вам необходимо. Но тогда уже лицензия будет просто ограничена по времени. То есть пишите мне, и такую лицензию мы вам дадим. То есть с этим нет проблем. Как я уже говорил, проблем с антивирусами нет, просто потому, что антивирусы считают данный программный продукт абсолютно легальным, правильным и никаких проблем с антивирусами просто нет. Можно ли исключить некоторых пользователей списка наблюдения? Если вам необходимо исключить некоторых пользователей списка наблюдения, то, скорее всего, данным пользователям просто не надо устанавливать стахановца. Соответственно, если вы устанавливаете где-то клиентскую часть, то стахановец собирает информацию. Если вы не хотите следить за каким-нибудь пользователем, вы там клиентскую часть не устанавливаете. Либо вы можете просто исключить каких-то пользователей из отчетов. Соответственно, статистика будет собраться, но не будет попадать в отчет. Это также можно. Даже при включенном антивирусе, что эта программа доверена? Да, действительно, это так. Есть различные антивирусы, и, соответственно, за все время работы никаких проблем в данном случае не возникает. Возможно ли установка саханца в фоновом режиме? Да. Установка возможна в нескольких вариантах. Либо на индивидуальную машину, либо централизована на все машины в сети, в домене, либо еще как-то. То есть, возможно, установка в различных режимах. То есть, если, например, 20-30 компьютеров, то можно, в принципе, развернуть клиентскую часть единовременно на всех машинах. Исключить шеф из списка, как я уже сказал, что гораздо проще просто таким пользователям не устанавливать клиентскую часть, для того, чтобы, соответственно, статистика не собиралась. Это самый простой вариант. Как я уже сказал, в терминальном режиме работа возможна, и она аналогична работе в нетерминальном режиме. Соответственно, пользователи, когда логинятся, то запускают стахановец. И если стахановец установлен для данного конкретного пользователя, то, соответственно, статистика собирается. Если у данного пользователя стахановец не установлен, то статистика не собирается. И если у вас есть какое-то особое пожелание к работе в терминальном режиме, вот Антон Маликов спрашивает, то давайте обсудим этот вопрос в частном порядке, потому что, наверное, у вас есть какие-то особые пожелания. И в конце концов, я предлагаю просто этот вопрос уже проверить на практике вашей компании, как реализован у вас терминальный режим и каким образом вы хотите сэжить тех либо иных пользователей. И в конце концов, мы можем просто вам предоставить тестовую лицензию, чтобы вы посмотрели в вашей компании на практике, как это все работает. И, соответственно, если продукт вас устраивает, то у вас будут решены все вопросы, и вы, соответственно, сами можете проверить все, что вам необходимо. Ну и, соответственно, если вопросов больше нет, я еще раз хочу сказать спасибо всем вам за внимание, за то, что вы пришли на ваш сегодняшний вебинар, и пожелать вам всего хорошего и до свидания.